Будем с вами повышать ставочки, ракетка наша будет расти по-любому. Если будете, ребята, играть по нашим сигналам, то можете спокойно поднимать кэш. Все делается не просто так, это метод анализа, мы все это анализируем с реально большой командой. И позволяем вам поднимать бабки, конечно. Да, так уж получилось, что раньше молодожь в нашей стране мечтала о том, чтобы полететь в космос, ну а теперь о том, чтобы некая ракета вознесла их к вершинам финансового благополучия. Причем для достижения этого благополучия, с одной стороны, желательно ничего не делать, а с другой крутиться и вертеться, как ты только можешь, не гнушаясь ни нарушением закона, ни норм морали. Всем привет, это Егоров. Говорю я сегодня не очень и выгляжу так себе, но и тема печальна, мне просто удаляли зуб. Так вот, тема эта даже не то, что о мошенничестве или каперстве, она о добре и зле, или о том, что такое хорошо и что такое плохо. И повод для этой дискуссии нам подарили два экономиста и игрока Тодроц, хотя не важно какой команды, Богдан и Эд. Я абсолютно не иронизирую про экономистов, с недавних пор написано в их же профилях. Так вот, с недавнего времени Богдан и Эд стали представляться знатоками экономической игры. На них работала целая бригада аналитиков, которая после изучения всех особенностей данной игры позволяла им фармить, то есть зарабатывать деньги на игре в ракету. И парни делились с нами своими успехами. Сначала в инстаграме. Своей двушке я поднял вот 1900 рублей, но на самом деле за буквально 40 минут игры, мне кажется, это нормально. Ну а потом предоставили нам возможность подписаться на их новосозданные телеги, где и были раскрыты тайны игры. И эти тайны помогали бы нам не просто зарабатывать деньги, но опять же, если оперировать словами ребят из профиля, изменить свою жизнь. Я даже на отдыхе не забываю про свой телеграм, и мы с ребятами там работаем. Скажу сразу, я общаюсь с Богданом и Эдом. В принципе, оба мне симпатичны. В том смысле, что они ничего ни от кого не требуют, а делают сами. Например, Эд вложился в ГИФ и сейчас снимает разные ролики, в том числе для Инстаграма и ТикТока. Богдан постоянно на виду, он вечно с камерой, он не просит для себя, я в этом уверен, какую-то зарплату. Они пытаются зарабатывать сами, и поэтому они молодцы. Но в конкретном случае мне их бизнес-модель показалась очень странной, о чем я тут же и написал. Причем не только я, высказалось достаточно много людей, но в основном обычных читателей. Севскана же, капитан Амкало, выступил куда жёстче, назвал парней мразями, которые занимаются нечестными вещами. И тут же был послан Эдом на три буквы. Я же получил запрос, чтобы доказать у самого Эда, что их экономическая деятельность, точнее площадка, на которой они занимаются экономической деятельностью, скам. Что ж, в этом видео я попробую это сделать, но пойду дальше. И у меня есть подозрение, что не площадка, а именно деятельность Эда и Богдана в данной ситуации скам. Если, конечно, они выступают от своего имени. Ведь мне очень не хочется верить в то, что их практически в сумме полумиллионная аудитория встретилась с обманом и элементами каперства по инициативе уважаемых мною Богдана и Эда. Также предупрежу, доказательства будут, их немало. Но прежде попрошу набраться терпения тех, кто более-менее в теме, потому что нам в первую очередь нужно объяснить, что же такое каперство. Давайте для наглядности представим, что капер это я. Ну или блогер, который работает на каперах. У меня значительная аудитория в Телеграме или в Инстаграме, несколько сот тысяч подписчиков. В один день я начинаю выкладывать посты или сториз о том, что знаю о договорном матче, например, Российской премьер-лиги. И чтобы получить этот прогноз, который озолотит вас, нужно просто написать директ или подписаться на Телеграм-канал. Что я делаю дальше? Я получаю несколько тысяч заявок, потому что выиграть-то хотят все. Выбираю матч и делаю абсолютно разные прогнозы. Для этой группы и для этого. Шансы 50 на 50. Этим, будем считать, не повезло. Они проиграли деньги букмекера. Результат не совпал. А эти выиграли. И за следующий прогноз я уже прошу у них деньги. 10, 20, 30 тысяч рублей. Как повезет. И они платят. Платят за пустоту. И хорошо, если со следующей ставки они проиграют. А если выиграют, то все, они клюнули и подсели на крючок. Потому что дальше они будут заносить, заносить и заносить. Выглядит совсем просто. Ну да. Но в нашей стране, как я уже говорил, очень много мечтателей. Повторюсь, они раньше мечтали о космосе. А теперь о легких деньгах. Как в начале 90-х с МММ. И вот таким, казалось бы, легким способом, каперы в России заработали сотни миллионов, а то и миллиарды рублей до тех пор, пока полиция не занялась этим делом чуть более пристально. И пока не были заведены дела по статье мошенничества. Да, так получилось, что очень многим популярным блогерам удалось вылезти сухими и чистыми из этого болота. Впрочем, это было не мудрено. Потому что в стране, где нет института репутации и где легче прослыть плохим человеком, будучи на самом деле честным, достаточно было пару раз съездить на какие-нибудь благотворительные акции, ну, либо просто сделать вид, что ничего не произошло. И все, конечно же, забылось. Репутация людей осталась чистой, но зато хоть тема каперства на некоторое время была исчерпана. Но история циклична. И, судя по всему, темный лорд, назовем его так, вновь вернулся к нам. Вернулся еще потому, что, мы же видим, заводятся новые дела по статье мошенничества. Люди объявляются в розыск. И как-то так совпадает, что примерно через день после объявления о новой уголовке и примерно параллельно ситуации, когда мы начали критиковать Богдана и Эда, упоминания о парнях исчезают из их телеграм-каналов для заработка денег. О них просто ничего не остается. Впрочем, Богдан и Эд объясняют это достаточно просто. Излишним шумом, который накладывал отпечаток, что на них, что на честных людей из игры. И поэтому Богдан и Эд больше не будут делиться с нами своими секретами. Поиграли и хватит. Ну что ж, пока будем считать, что все так и есть. Но, тем не менее, доказывать другое. И доказательства есть. Их очень много, они наглядные. Вы их все обязательно увидите. Но пока к исходным данным. Итак, в один день Богдан из Тодротс меняет информацию в личном телеграме. Теперь он становится бизнесменом, который с детства изучает экономические игры. Он находит, видимо, подходящую игру, прорабатывает идеальную стратегию, которая позволит всем зарабатывать деньги. А своими успехами Богдан делится сначала в инстаграме, где в сториз ракета взлетает вверх по коэффициентам, принося ему постоянный заработок. Несколько дней для отсвете успешной сессии, прежде чем Богдан переводит аудиторию в телеграм, потому что там он нам должен рассказать все тайны игры. Здесь же заводятся и обучающие ссылки, и можно задать Богдану личные вопросы. Человеки сейчас дам инструкцию для новичков, как пользоваться сайтом, как что делать, все понятно объясню. Ракета летит вверх. Если будете, ребята, играть по нашим сигналам, то можете спокойно поднимать кэш стабильно. Соответственно, не забывайте читать инструкцию, как что на что ставить. Через какое-то время по точно такой же схеме начинает действовать это. Причем он прямо говорит. Я посмотрел, как успешно ведет бизнес Богдан, тоже заинтересовался и понял, все работает. Подключайтесь и на мой телеграм, мы вместе придем к успеху и вместе поменяем жизнь к лучшему. Я буду именно на свои бабки играть, не на виртуальные, не на ваши, просто на свои буду делать по чуть-чуть. Как с пятака сделать там 100-200 тысяч, я вот честно пока что не знаю. Но моя команда проанализировала всю эту игру, потому что я вот целую неделю, я увидел у Богдана сначала, написал ему, потом попробовал так же типа делать. И если делать по чуть-чуть, то на самом деле нормально заходит. Поэтому тут просто будет ссылка, там все прозрачно, заходите, смотрите, принимайте участие, поэтому я думаю, что можно с этого реально словить. За несколько дней баланс Эда вырос с 3 до 100 тысяч рублей. На телегу тоже подписались тысячи. Они ждали сигналов от аналитиков и, пользуясь стратегией, поднимали деньги. Все шло прекрасно, успешные сессии публиковались в Телеграме. Чуваки, всем доброе утро. Я уже давно проснулся и даже успел посмотреть, как сегодня работает Ракета, провел анализ. Хочу сказать, что все идет по плану, как в той песне. Поэтому сегодня с вами хорошечно поработаем. Да-да, я еще раз прошу посмотреть это видео до конца, потому что доказательства будут, их будет много, но они бессмысленны без обсуждения всей истории. И здесь будет наша вторая, не самая важная остановка. Ведь Эд просил доказать, что бизнесом они занимались на скам-сайте, как я говорю, а не на честной платформе. Ну, скам не скам, но некоторые данные есть. Давайте смотреть. Во-первых, у любого сомневающегося человека может возникнуть вопрос, а как я вообще могу влиять на эту игру? Ну, парни же сами говорят, все очень просто. Он просто будет играть в краш, нажимаешь и вас привас на эту страничку. Вместо зеленого плюсика будет окошко с регистрацией. Регистрируешься, логин, пароль, вводишь все просто. Сумма баланса будет у вас сбрасываться вот здесь сверху. Может быть, рублях, долларах, биткоинах. Че, кайф? Бета-мам, это сумма депозита, сумма вашей ставки. У меня вот тысяча рублей стоит сейчас. Также, ребят, автостоп, это сам сигнал, это коэффициент, который я вам буду давать. Сейчас мы выставляем на 1,80, друзья. И смотрите. Ты вводишь цифры, делаешь эту ставку, в течение нескольких секунд ждешь, пока ракета, а точнее, код, написанный под эту программу, ведет тебя либо в богатство, либо умножает на ноль. Так какая здесь может быть стратегия, спросит сомневающиеся, типа меня. Это же даже хуже казино. Там хотя бы есть крупье, стол, шарик, фишки. А здесь нет ничего. Только компьютерная программа, которая никогда не будет написана в убыток. Но так, видимо, считаем мы, глупцы. А у Богдана с Эдом есть сигналы. Но мы вернемся к ним позже. Тайны будут раскрыты. А пока к программе. За игру на которой, как думает Богдан Эд, я их критиковал. Кстати, даже не совсем я, потому что тему мне предложили стажеры, с которыми я хотел вести свою телегу. Стажеры, которые оказались отличными журналистами. В данном случае это Макс из Екатеринбурга и Никита из Ростова. Вот как раз они изучали игру и сайт. Я только помогал и сам пытался чуть-чуть тоже играть. Так вот, вот что пишет Макс из Екатеринбурга. Так вот, что это за сайт? Ну, сайт называется International Business System. Точнее, принадлежит он этой компании. Это компания, которая владеет некоторыми небольшими казино с различными играми. Причем, по моим данным, это я уже узнавал, игра Ракета сейчас самая прибыльная, потому что за минуту три можешь сыграть три-четыре сессии и проиграть за это время десятки, то есть сотни тысяч рублей. Ну, тут уж кто на что гораздо. Ну, впрочем, ничего такого ужасного. Ну да, в России нелегальное казино, конечно же, под запретом, но чего греха таить, многие этим балуются. Например, тот же Белка из Тудроц любит поиграть там в слоты на стримах и сказать, чуваки, сорян, я это по фану делаю, сам могу все слить, делайте, что хотите, хотите играйте тоже, хотите нет, вот. Ну, я попробую в эту игру, тем более Богдан и Эд говорят, что я обязательно заработаю. Если делать по чуть-чуть, то на самом деле нормально заходят. Что ж, можно было приступать к игре, но сначала я зашел в раздел правила. Ну, дотошно я, мало ли что может произойти. Сейчас, кстати, посмотрю, может что-то изменилось. Нет, все так же на английском языке. Ну, зачем, в принципе, лишний раз заморачиваться с переводом, тем более, у нас никто эти правила не читает. Но только я дотошно, меня вот, например, одна вещь интересовала и интересует. Да, вот, все так же. Ты можешь играть, если тебе больше 18. Ну что ж, убана, ура, я подхожу. Это, конечно, хорошая новость, но есть и плохая, что мне теперь перед тем, как внести депозит, нужно будет прислать свою фотку с паспортом, подтвердить свой возраст, чтобы меня допустили к игре. не хотелось бы это делать. И я, когда с телефона регистрировался и пытался внести депозит, оказалось, что это делать и не нужно. Тебя спокойно и замечательно регистрируют. Ну да, я-то депозит внес, а вот Макс из Екатеринбурга внезапно почувствовал себя 16-летним парнем, который вот ввел какие-то чужие данные, например. И ему захотелось узнать у Эда, Эд, а что в таком случае? Потому что поиграть-то хочется, стратегия-то стопроцентно выигрышная. Эд, ну что ты мне скажешь? И вот что отвечает Эд. Эд, бро, привет, если мне 16, я могу зарабатывать с вами по сигналу? Очень хочу на телечек новый накопить. Привет, можешь, говорит Эд. И я 16-летний, точнее не я, а Макс Катеринбурга, посувствовав себя 16-летним, лезет к мамке за деньгами для того, чтобы поднять. Ведь схема стопроцентная, лучше взять побольше денег, чтобы помочь всей семье. Ну а дальше, а дальше как получится. Ну что ж, спасибо Эду, зато никто 16-летних парней травить не будет и позволят им заработать. Так что скорее карточкам и кошелькам мамок. И пожалуйста, дети, помогите заработать всем членам семьи. Чем больше вы поставите по нужным сигналам, тем больше шансов на прекрасную жизнь у вас будет. Друзья, отличнейшая статистика, просто бомбовая. Хотя, тут тоже, нет, тут тоже есть одна загвоздочка, и загвоздочка заключается в том, что если вы не подтвердите потом, что вам 18 лет, то денежки мы вам не выплатим. Так вот оно как. Если вы вдруг выиграете хорошую сумму, то забрать вам ее вряд ли дадут. Так что играй, молодежь, но все остальное на твой страх и риск. Ну ладно, то, что Эд советует играть 16-летним, что, ну так себе, все равно далеко не скам. интересное будет позже. Но а пока о моей сессии, именно о сайте, мы же разговариваем с вами. Я же должен показать, как работает этот сайт и скам ли он. Меня же просили доказать Богдан и Эд. Так вот, все действительно было очень просто. Я зарегистрировался, тут же внес депозит. Правда, почему-то у меня комиссию сняли такую нехилую, чуть ли не в районе 10%. Ну, видимо, так бывает, когда ты зачисляешь деньги с карточек. Ну, что сделать, играть-то хочется. Ну, хотя, как играть? Честно говоря, я не стану еще не менять, просто по 1000 поставил и оставил рандомный коэффициент 5, чтобы проверить. А вдруг мне новичку как подкинут, как повезет? Ну и да, повезло. Я два раза этот коэффициент 5 пробил, и теперь у меня уже десятка. Конечно, я эту десятку тут же захотел снять. Нет, я мог бы поиграть и дальше, но, например, захотел джойстик от PlayStation, чтобы, играя с друзьями, поучаствовать в кубке фиферов у кефира потом. Очень хочется мне. Пригодятся это деньги, поэтому, пожалуй, я их выведу. Ну, пытаюсь выводить. Раз. Не получается. Нужно, оказывается, еще ставочку сделать. Ну, сделаю маленький коэффициент, чтобы поднять. О, так я еще и поднял. Так я вообще теперь богат, но надо выводить все. Опять нельзя? А, теперь уже можно только пять тысяч вывести. Ну, ладно, сделаю, пожалуй, это в два захода. Ну, как у других букмекеров бывает, у легальных букмекеров там можно несколько раз по 60 выводить, например. Ну, попробую, рискну. Блин, нельзя. Только пять тысяч до тех пор, пока тебе не выплатят деньги, а выплачивать будут в течение 24 часов. Это если я за минуту поднял 10, то сколько же я выгрую за 24 часа? Спасибо девяти урокам математики. Это будет где-то 14 миллионов 400 тысяч рублей. Пора играть. Пора играть, думал я, поставил шестерку и мне выпал коэффициент 1-0. Шанс проиграть 100% был на этот раз. И я проиграл. И тут в моей голове только одна мысль, надо срочно закинуть ту пятерку, которая уже ушла, ту пятерку, которая уже ушла, чтобы еще поиграть, чтобы выиграть, чтобы выиграть, а потом закинуть еще и еще и еще. И сколько же я проиграл бы за 24 часа? Но я не играл. Не играл, потому что решил дождаться, все делать правильно, решил дождаться сигналов Эда и Богдана. Ну и, конечно, выигрыши через 24 часа, который шел 40 часов. И тоже с комиссией. Опять с комиссией. Ну что ж, ничего страшного. Ведь лучшие темы дальше. Да и скам этот сайт или не скам тоже решать вам. Как и решать, брать ли деньги у, грубо говоря, мамки на новую прекрасную жизнь. А так, это тоже небольшое ответвление, тоже без него нельзя. Я предвижу ваш вопрос. Чего ты вообще докопал? Ну да, ну нелегальный. Ну чего ты вообще докопался, если сам рекламируешь букмекера? Ну в чем разница? Ну если серьезно, разница простая. Рекламируя легальных букмекеров, в моем случае Бэтбум, мы не говорим, что вы измените жизнь, что вы станете богач, что вы заработаете много денег. Будете, ребята, играть по нашим сигналам, то можете спокойно поднимать кэш. Нет, мы говорим о развлечении. Развлечении, которое было испокон веков, когда ставили на гладиаторов, на скачки, на собачьи бега, на все, что угодно. На БК с Тореадором, например. Причем борьба это, что футболы, что с тем же Тореадором, разворачиваются перед вашими глазами. Это не программа, заранее прописанная на выигрыш или на проигрыш. Здесь мы хотя бы понимаем, что происходит. Это метод анализа, мы все это анализируем с реально большой командой. Плюс ставки это развлечение, разрешенное законом Российской Федерации. И мы, как уважающие себя и закон футбольные блогеры, рекламируем легальных букмекеров. У легальных букмекеров есть свои офисы, сотрудники, службы поддержки и так далее, и тому подобное, ограничения, нормативы. И также они платят достаточно большие деньги в качестве налогов. Также у регулярных БК есть ряд ограничений. Ну, например, что пользователям нельзя регистрироваться, если им нет 18 лет, нужно обязательно присылать фотографию с паспортом и это как минимум. Ну и легальные БК это уже как медиа, они производят свой контент, являются спонсорами футбольных клубов и предлагают много различных бонусов, как я там в закрепленном комментарии до 10 тысяч на первый депозит. Вот что значит реклама легальных букмекерских контор, которая идет очень близко к спорту и разрешенная законом Российской Федерации. Ну а реклама нелегальных казино это все-таки немножко другое. Мы, кстати, примерно похожую платформу нашли в интернете и там, да, действительно написано, что она всегда работает в плюс. Вот, реклама нелегальных казино это, во-первых, отсутствие ограничений по возрасту, это, конечно, непонятное налогообложение, вы платите деньги непонятно кому, непонятно куда, они не возвращаются ни в бюджет, ни куда бы то ни было еще. То есть, особенно, если мы говорим про молодежную аудиторию, а молодежная аудитория превалирует в нашем контенте, то нелегальные казино лучше не рекламировать. И уж если вы все-таки это делаете, то уж точно не говорить, что некая стратегия непременно приведет вас к заработку, потому что это неправда. Все идет по плану, как в той песне. Но Богдан с Эдом не просто эти нелегальные казино рекламируют, нет, точнее, их не рекламируют, напротив, они представляются бизнесменами и экономистами со своими аналитиками и стратегией, которая обязательно приведет вас всех к успеху, даже если вам 16 лет. Это метод анализа, мы все это анализируем с реально большой командой, мы всю эту игру просто прочекали вдоль и поперед. Ну ладно, мы уже близки к главным фактам, к главным доказательствам. Пока что можно просто сказать, что, ну да, Богдан и Эд не молодцы. Ну, не молодцы, во-первых, потому что занимаются нелегальными казино, во-вторых, потому что в случае Эда советуют их несовершеннолетним людям. Но опять же, это касается только Эда, но Богдан еще удивит и лицо, которое работает за Богдана. Но сначала, друзья, к тем самым сигналам, которые позволяют вам заработать. Я тут где-то процитирую, ребята, так они пишут, что перед нами экономическая игра, которая никак не помешает повседневной жизни. Меняйте жизненные интересы, откройте глаза на что-то новое. Для победы нужно ловить сигналы, возвещающие о том, что вот сейчас пора играть вместе с ребятами, и вы непременно достигнете победы. И эти сигналы вроде бы выигрышные, потому что вот ребята пишут, «Ребята, заканчиваем сегодняшний день с 8 плюсами, это отличный результат», пишет Эд. И мы действительно видим, что там 8 плюсов, всего 4 минуса. Прекрасная победная система. Или вот Богдан. «Хорошую планку взяли и стабильно забираем много кэша несколько дней к ряду. Завтра продолжим покорять вершины, не расслабляйтесь и следите за обновлениями на канале». У Богдана тоже 7 плюсов и 5 минусов. Но есть одна проблема. Я уже говорил, что у меня было 9 математик в неделю, и цифры я очень люблю, люблю посчитать, в том числе в уме. Вот двухзначные числа достаточно легко умножаю, можете меня проверить. И здесь мне вдруг стало интересно и как-то подозрительно. А почему и выигрыши, и проигрыши отмечены зеленым цветом? Хочется провести эксперимент, даже не просто эксперимент, а перепроверить, сколько штамм получается, если по всем этим коэффициентам пройтись. Давая сигналы, ребята, не говорят, сколько они ставят, но там в окошке сбоку можно примерно проследить, и в среднем это 5-6-7 тысяч. То есть в среднем 6 тысяч рублей, не так, что сначала 1 рубль, потом 20 тысяч рублей, нет, примерно усредненная цифра. Я же для наглядности возьму цифру в 10 тысяч рублей и свой общий бюджет в 50. Ну то есть, допустим, у меня сейчас 50, а я ставлю по 10 на каждый раунд, потому что коэффициенты маленькие и высока вероятность, что я выиграю. Для того, чтобы вы сразу поняли, я думаю, вы так понимаете, что когда вы побеждаете с коэффициентом 1.39, вот как первая победа у Богдана, то вы получаете 3 тысячи 900 рублей плюса. А если проигрываете с коэффициентом 1.29, то вы теряете не 2 тысячи 900 уже, а 10 тысяч, ну потому что проиграешь на всю сумму. Вот такие ставки. Так вот, если посчитать все 12 ставок Богдана, я вот подпись еще раз прочитаю, а фоном будет идти циферки. Хорошую планку взяли и стабильно забираем много кэша несколько дней к ряду. С драфтра продолжим покорять вершины. Не расслабляйтесь, следите за обновлениями на канале. Следите, друзья. Только вот в этой сессии с каждой ставки по 10 тысяч рублей и бюджетом 50 вы проиграете половину. У вас останется 26 900. Отличный сигнал. Также не были бы мы в плюсе и при успешной игре Эдер. Хотя там 8 побед и 4 поражения, но там тоже минус. Так что, товарищи экономисты, с детства занимающиеся играми, вы вот это серьезно? Вы думаете, что вот зеленым пометите крестики и галочки и скажете, что вот по этим циферкам вы выиграли и вот все поведутся, да? Все сразу полезут играть? Ради полезут же. Нет, ну сколько у нас в стране население? 145 миллионов? Ну, может 144 не полезет. А вот этот какой-то процент, десятки тысяч, сотни тысяч людей полезут. И заплатят. Десятки, сотни, миллионы. Что же вот так получается? Вот за счет того, что люди вам... А бывают же еще и не смышленыши всякие там молодые, которые... Математика. А я вообще не нашли не обращать. То, что вижу, то и читаю. Что вижу, тому и верю. И вы что думаете? Вот нормально так? На то, что люди вам верят? Вот так обманывайте полумиллионную аудиторию? Я искренне надеюсь, что это все-таки не вы. Что это все-таки за вас. Что вы даже не в теме. Не в теме, как Богдан, который прямо во время вот этих вот сигналов и сессий он фифу стримил. То есть не он это делал, но фифу стримил прямо в это время. Ему даже в комментариях писали, а как ты можешь в сессии участвовать, если ты сейчас стримишь фифу? То есть нет ни стратегии, ни сигнала. Даже статистика ваша обман. Ну тогда вы кому-то помогаете. Или не знаете. И это же еще далеко не все. Там же еще куча всего. Куча всего. Давайте дальше тогда. С каждым разом все интереснее и интереснее. Потому что Максим из Екатеринбурга и Никита из Ростова продолжают очень пристально следить за телеграм-площадками, где фармят деньги Эд и Богдан. Они переписываются с ними в форме для вопросов. И в один момент в телеге у Богдана появляется вот такое сообщение. Хочешь получить алгоритм для личного использования? Срочно пиши мне в личку и скажи слово «хочу». Всего будет 10 мест. Дерзайте. Мест, конечно же, больше, но Макс с Никитой уже пишут. Причем, как выясняется, по разным адресам, друзья. По разным адресам. Макс в форму с плашкой, а Никита проходит по гиперссылке, которая также здесь оставлена. И эта гиперссылка ведет не на телегу Богдану, а она ведет к некой Кристине. Гиперссылка, правда, через минуту была удалена. Но Кристина, к которой якобы попали случайно, выдала точно такое же, как и у Богдана, сообщение, что есть технология и алгоритм для игры в DICE, и за него нужно заплатить 2 990 рублей. Вот мы и пришли к новой форме. Не бесплатных советов, о продаже стопроцентного шанса на успех. Парни сразу предположили, что здесь нас ждут новые открытия. Конечно же, они подумали, а разным ли будет номер карточки у Кристины и Богдана? Нет, конечно же, не разным. Номер карточки для перевода 2 990 рублей был абсолютно идентичным. Так может, Кристина менеджер Богдана? Нет. Кристина не менеджер Богдана. Может быть, Кристина его девушка? Нет. Опять же, нет. Зато мы можем вбить ник в Телеграме и понять с легкостью, в том числе и по соответствию фотографий, что Кристина это потапусик. Девушка из беременных в 16. Да, она так и пишет. Та, что была беременна в 16. Да, я мать умею отдыхать. Миллионерша в 19 лет. Есть ли связь между Богданом и Кристиной? Никакой. Помимо определенных людей, которые за них, скорее всего, ведут Телеграм-канал. И делают их миллионершами в 19. Так кому же мы отправили 3000 рублей за технологию и алгоритм игры в DICE? Не знаю, да и не так интересно. Я думаю, надо спрашивать у Богдана или у Эда. Может, у них будет желание рассказать. Может, это некие аналитики? Будете, ребята, играть по нашим сигналам, то можете спокойно поднимать кэш. Кстати, заметив такую интересную закономерность номерами карточек и с Кристиной, мы решили проверить также положительные отзывы, которые публиковали Эд и Богдан. Ну, и буквально сразу нам улыбнулась удача, потому что один из людей, который был в восторге от сессии сигналов, сказал, что никогда ничего подобное никому не писал. И либо он врет, либо это фотошоп. Технология успеха. Фотошоп. Игру-то просто прочекали вдоль и поперед. Я думаю, что этого уже более чем достаточно, но нужно же все-таки проверить и технологию, и алгоритм этого Дайса. Итак, барабанная дробь, что нам продают за 3000 рублей? А продают нам за 3000 рублей технологию, которая была известна в казино еще много веков назад. И как и тогда, так и сейчас она не работала. Технология простая. В данном случае это игра DICE. Игра DICE это некая прямая из 100 цифр. Ты можешь выбрать любой промежуток, и по соотношению к 100 это и будет твоей ставкой. Богдан советует выбирать 33%, то есть 3 тебе нужно просто каждый раз удваивать сумму ставки. Никогда в этом не слышали? До тех пор, естественно, пока ты не выйдешь в плюс. И так по чуть-чуть собирать эти деньги. Эту технологию можно найти, как я уже сказал, в книгах 200-300 лет недавности. Эту технологию можно найти, просто вбив, как играть на рулетку по шансам умножая на 2. Но, кстати, на 10 рублей, это как предлагает Богдан, играть никто не будет. Но это объективно. Обычно начинают с 1000 рублей. Богдан убеждает нас, что может 5-6 раз не совпадет, но на 7-8 вы точно все угадаете и точно будете в плюсе. Но, друзья, каждый, кто когда бы то ни было играл на рулетке или просто смотрел, как работает рулетка, может вспомнить, что даже с шансами банка 50 на 50, красная иногда выпадает 10, 12, 14 раз подряд, ну или черная в том числе. А здесь у вас треть. Треть, друзья. Если вы начнете с 1000 и каждый раз будете умножать ее на 2, то просто посчитайте, сколько у нас 2, например, в 10 степени. А в 2 в 10 степени это 1024. То есть, если вы будете ставить по 1000 и поставите 10 раз, ну с 1000, там же тоже умножение на 2, то последней ставкой, 10, и вам уже нужно будет зарядить 512. А в общей сложности вы до этого как раз примерно столько же уже и потратите. Это будет уже миллион. А денег-то у вас совсем не миллион. То есть, вы проиграете. Я могу даже сказать, как работает эта технология DICE. Вот вы умножаете на 2, умножаете на 2, умножаете на 2, не совпало, умножаете на 2, умножаете на 2, не совпало, умножаете на 2, умножаете на 2, и у вас уже нет денег для того, чтобы умножить на 2. И вы идете занимать, а опять умножаете на ду, опять проигрываете. А потом мы денег там вам уже никто не даем. А потом вы уже где-то в районе психушки. Классная технология. Никогда таких не видел. Спасибо за такую Богдану. Как многие люди могут сказать спасибо за ставки на договорные матчи Кайперу. За деньги. Можете спокойно поднимать кэш стабильно. Ну да, я записал длинный финал. Долго рассуждал о том, что такое хорошо, что такое плохо. Думал и жалел даже парней. А сейчас думаю, нахрен я его записал. Просто скажу, ну вот доказательства, вот доказательства. Возможно, я не прав. Просили, а вот они. Дальше делайте выводы сами, никого не критикую, ничего не говорю больше. Хватит. Соблюдайте технику безопасности. Думайте сто раз прежде, чем кому-то довериться. А или доверяйтесь. Как хотите, ваше дело. Подписывайтесь на канал. Пока.